народ привет для всех кто забыл или спрашивал меня возвращаюсь проекту xc60 да он долго там у меня стоял в малярке не оценил я работу маляров так сказать не стал даже вам снимать потому что немножко расстроился но в итоге слава богу все сделали хорошо но пришлось мне туда поездить ну ладно не в этом суть для всех кто забыл что так что это за проект xc60 я напомню что я купил volvo xc60 вот такую она в обвесе хейка внешнем и внутри тоже вся в хейка но мне она все равно показалось грустновато в таком виде не совсем молодежно поэтому я хотел ее еще обвесить обвесом r-line чтобы получилась вот такая красавица вот такую красавицу я увидел тупо в интернете то есть я это не придумывал это какой-то чел с москвы свою новую volvo обвешивал денежки были у него ну а я захотел все то же самое сотворить с volvo xc60 со 170 пробега просто потому что мне нравится как выглядит это volvo и вообще мне все он в ней нравится а в моей в частности volvo просто бомбическая комплектация поэтому так сказать есть за что бороться и потом я пошел башлять эти бешеные деньги искать этот обвес r-line который нужно навешать на мою volvo в общем обо всем этом подробненько вы сможете посмотреть либо на ю тубе на моем канале либо в инстаграме выйти тиви там есть все части volvo называется volvo проекта xc60 так вот значит по поводу во львушки завтра вроде как я должен ее забирать значит что еще там у меня бонусом упало после того как я сделал малярку я поехал опять таки первый выезд на ней и опять расстроился потому что у меня при повороте руля и когда я нажимаю на газ как какая-то сумасшедшая вибрация была в машине то есть именно при повороте руля после чего я как бы сразу же вернулся и говорю блин парни что за фигня ну типа я не понимаю ведь короче у меня было подозрение что это шрус внутренний или внешний накернился а или вообще оба потому что в обе стороны когда поворачиваешь тогда был такой вот тут 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 вибрация такая сильная к газ именно нажимаешь но не хруст вибрация чем я я согрешил на шрузы на привода приехал парням начали они ковыряться целый день там искали в чем же причина потому что как только что все сделано и там уже вообще ничего не схватается не трясется состояние идеальное просто безупречно попробовали такую тему хорошо там умники из volvo ребята соображают он говорит давай попробуем снять haldex и поставить его от volvo с 90 ну мозг внутреннюю часть они все равно подходят ну и ягода без проблем и я говорю ну нет главное решить вопрос делайте разобрали haldex и обнаружили там внутри haldex а уже сгоревшие сильно диски зазоры уже некие не те зазоры совершенно то есть они такие выгоревшие черные диски короче говоря да у меня хозяйки или хозяин кто-то сильно буксовал подумав что volvo это джип буксовал буксовал да буксовал перегорел там этот haldex и поэтому в последнее время все время машина ездила образно говоря там на переднем приводе на который 95 процентов во мощи шло и 5 на задок и и задний период в принципе даже и не подключался нет не было такого кроме своих пяти процентов и когда но соответственно мы поменяли масло промыли сетку которая принимает грязь всю эту с этого с редуктора поменяли фильтр внутри haldex а когда мы это все сделали и haldex на заработал на сто процентов распределенная мощность стала 50 на 50 процентов как с первой же секунды машина думала мозги думали что я уже буксовать сейчас буду и мне сразу же полную мощность до 50 и на 50 выдавала вместо 95 на передок соответственно и машина так и тряслась вот такая вот болячка дальше была грусть в моих глазах и тоска потому что ребята мне сказали что как правило все эти то есть редуктор идет сборе с haldex им его по отдельности никто не продает бушным сборе с haldex им редуктор стоит порядка 40 тысяч рублей минимум бушный на евроавты и еще в ты не поймешь внутри они не джазовал ли кто-нибудь в нем также я расстроился хотел было поставить новый но узнал что отдельно редуктор и стоит 250 тысяч отдельно haldex 230 тысяч рублей но это volvo все понятно соответственно начали искать по ушку и спасибо большое ивану он помог товарищ занимающийся запчастями volvo в общем поехал мне в понедельник я к нему сделал запрос по haldex он поехал во вторник уже в литву и в среду у меня уже был haldex хорошей с бушной машины на которой никто не джазовал с маленьким пробегом и отдал из-за него 24 тысячи рублей ох спасибо вселенная все-таки машина моя поедет ну в общем завтра должен забирать свою ласточку уже красивую я ее видел конечно уже у меня слюна скупая упала на землю мне очень нравится когда она получилась если только техническая часть не подвела я бы уже балдел на самом деле ну ладно так что на днях покажу вам что получилось